Вы слушаете радио Болткома. Установки, затрудняют подход к каким-то местам. Ну и вот сегодня мы хотели как раз поговорить вот об этих изменениях, о том, что меняется в нашей жизни и к чему это должно привести. И сколько терпеть ради этих изменений, ради будущего, очень хочется надеяться, светлого и удобного. И удобного, конечно. Каспар Вингрис, председатель правления компании «Аэроподзелл Целлиния» с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, может быть, начнем как раз-таки с вокзала. Там звучат такие вот часто выражения, как мультимодальный узел, готовят его. И что же это такое, для чего это и с чем его едят, если можно так выразиться? Да, это совершенно новый термин в Латвии. Даже не в Латвии, даже и в Эстонии, и в Литве. Мультимодальный транспортный узел означает быстрый доступ к различным видам транспорта в одном удобно доступном месте. Уже сейчас окрестность центральной станции по интенсивности транспорта и по количеству пассажиров является наиболее загруженным в городе. На расстоянии 5 минут ежедневно доступны 58 различных маршрутах общественного транспорта. И мимо проезжает десятки тысяч автомобилей. Каждый день мы выяснили, что при часовой езде на автомобиле рижские центральные станции доступны почти 900 тысяч жителей Риги и других городов Латвии. Поэтому мы уверены, что инфраструктурой Реал-Балтика будет пользоваться не только рижане, но и жители других городов Латвии. Поэтому нагрузка станции и окрестности еще намного повысится. Именно поэтому эти быстрые и удобные соединения между различным видом транспорта так важны. Вот это именно то, что мы называем мультимодальностью. Следует понимать, что такие масштабные и современные изменения требуют не только терпения, не только много времени, не только финансовых ресурсов, но и тоже очень плотного сотрудничества между всякими институциями. Вся работа о планировке и внедрении проекта тоже происходит в тесном сотрудничестве с Рижской Думой. Как, в принципе, будет все вот это реализовываться? То есть все эти большие планы, что нас ожидает в ближайшее время? Какие изменения? Может быть, это то, что сейчас больше всего волнует жителей Риги? Да, наша цель удобно соединить различные городские, региональные и международные услуги сообщения. Сам он в центре Риги. Поэтому мы не можем не затронуть такую очень большую территорию, и поэтому все чувствуют эти неудобства даже очень далеко от станции. Например, теперь, если вы едете по улице Лашплэша, вы уже чувствуете, что там происходят работы. Это не только строительство железной дороги и станции. Также будут обеспечены краткосрочные стоянки для автомобилей и велосипедов. Также будут оборудованы зоны рекреации. Планируется и многие улучшения и удобства для пешеходов. Не только новые дорожки, но и некоторые сегодняшние туннели, которые, например, от улицы Гоголя проходят туннель, планируются как переход уровень улицы. Это позволит намного удобнее перемещаться между железной дорожной станцией и окрестностями Старой Риги, Латгалас-Прешпилса, центром города и потом еще левым берегом Долгавы. Представьте пример, что семья с пассажиром на машине приезжает в вокзал, чтобы куда-то поехать. Сегодня это вообще невозможно легально сделать, выпустить пассажира где-то близко к станции. Но мы планируем, что там будут эти краткосрочные парковки, где можно будет оставить пассажир, очень удобно прощаться. И для этого даже есть в Европе термин, как kiss and ride. И потом этот пассажир пойдет дальше на поезд или на автобус, потому что под платформами тоже будет возможность сесть на городской или региональный автобус. Эти современные новые удобства для людей можно использовать различные виды транспорта в одном месте. И поэтому тоже и графики будут согласованы, чтобы с одного поезда попасть на один или другой автобус или городской транспорт. Я правильно понимаю, что на месте центральной нынешней станции будет трехуровневая? И что это за уровни, что на них предусмотрено? Да, в результате мы построим не только красивую и новую современную станцию, но и очень функциональную и удобную. Мне за спиной картинка, где вы можете видеть визуализации, где как раз мы видим, что есть эти три уровня. До сих пор у нас станции даже нет места, где ожидать, есть только пару мест, где посидеть и ждать поезд. В основном люди где-то ждут на лестнице или на улице. И то, что мы делаем уже через пару лет, будет эти три уровня. Первый уровень – это после перестройки станции будет намного удобнее туннели. И подход к любому месте станции – это уровень улицы. А на третьем уровне станции будут новые удобные помещения для ожидания. И из этого стеклянного фасада мы увидим не только красивую панораму Риги, но и будем видеть поезд, который подъезжает. Наш поезд, и мы сможем уже идти на уровень платформ, чтобы сесть на поезд. И не надо будет ждать поезд на платформе. Или, как теперь многие ждут поезд, сидя в самом поезде, пока он пойдет. И этот уровень платформ – это, конечно, самый важный уровень. Это тот уровень, где подходит поезд. И эти все платформы будут тоже улучшены, повышены. Это значит, что будет удобно сесть на поезд. Как бы платформа и поезд будет один уровень. И не надо будет очень высоко лазить, как это теперь. И будет еще две дополнительные платформы. И доступ к платформам и к этому третьему уровню будет обеспечен 12 лифтами, 22 эскалятора. И тоже над платформами будет и навесы, чтобы погода не мешала ждать поезд. – Да, ну вот я хочу сказать, что то, что не нужно будет забираться, это действительно очень хорошая новость, что платформа будет выше уровня. Потому что, например, для пожилых людей всегда это очень тяжело, скажем, такой крутой подъем. И для многих, может быть, уже это становится препятствием для того, чтобы отправиться на электричке в Юрмалу и так далее. – Ну, эти перроны тоже, которые сейчас, они не от ветра, не от дождя, не защищены на самом деле. А планируется как-то новые перроны огородить от погодных условий, не всегда благоприятных в наших широтах? – Да, это было тоже такое интересное сотрудничество с обществом. Выслушая предложения общества, архитекторы получили эти навесы, они будут покрывать всю платформу, чтобы эти условия погоды ничуть не мешали попасть на поезд. Но мы помним, что ждать поезд не надо будет на платформу, на платформу надо только сесть на поезд. Ждать можно будет в этом третьем уровне, который уже под крышей. Там будет почти 6 тысяч квадратных метров новых удобств и функций. Но это не единственная инновация в станции. На станции тоже будет внедрена так называемая функция Air to Rail. Это значит, что на уровень платформ будет полоса багажа, где это означает, что мы сможем сдать свой багаж, если мы едем на аэропорт, сдадим багаж уже в станции и будем получать этот багаж уже там, где мы улетаем. На стойке регистрации прямо? Да, да. Это уже тоже современная услуга, которая есть на многих тоже европейских станций, где приезжаем с багажом в станции, сдаем и забываем, и только находим, когда мы уже уехали в какую-нибудь другую страну Европы, где есть такая же самая услуга. Пока вся красота будет построена, как раз, глядишь, и рейсы разрешат. Ну да, надеемся, что все уже будет самозабноваться. Узагновятся полеты в прежнем объеме, чтобы воспользоваться такой удобной услугой-то. Да, но вот вы говорили о том, что сейчас будет соединение практически двух частей города, которые находятся. Некоторые даже шутят, что, конечно, разница между одной частью города и второй чем-то напоминает берлинскую стену, вот, ну, не знаю, в советские времена, потому что вот та часть города в сторону центра... Прямо отрезана. Да, она прямо как будто бы отрезана. Вот как они будут соединяться, и как вот в новом проекте вы это предполагаете? Да, мы используем такое сочетание слов, как linking nations, people, places. Это можно перевести как соединить нации, люди и место. Но в Риге мы это можем тоже перевести как соединение окрестностей города. Протяни руку, Москачки. Потому что для постройки инфраструктуры Реал-Балтика в центре города необходимо убрать очень много насыпи, и убирая насыпи, мы построим железную дорогу на второй уровень. Это значит, что этот уровень, где теперь будут платформы, этот уровень эстакады, а под эстакадой мы получаем как бы новую территорию. И эта новая территория дает возможность не только видеть. Ну, например, представьте, вы турист в старой Риге, и вы смотрите в сторону Латгалас-Прешпилса, это в сторону рынка, и вы видите уже, куда вам надо пойти. И вы в удобном месте можете переходить улицу 3 Снета-Январа или в другом месте пересекать, и уже быть в Латгалас-Прешпилса, это в рынке, или в другом месте, где вы хотите быть. И поэтому эта польза эстакады очень-очень очевидна, и можно будет тоже размещать функции рекреации уже под эстакадой. И еще одна польза эстакады, это что будет возможность встретиться двумя улицами, которые теперь не встречаются из-за насыпи, это улица Элзебедес и улица Цимотея, они после убирания насыпи будут соединены и для пешеходов, и для общественного транспорта. И еще и мост тоже будет соединять левый и правый берег Далгавы с дорожкой для пешеходов и для велосипедистов. Я напомню, мы беседуем с Каспаром Вингрисом, председателем правления компании Aeropost-Delsa La Linias, о проекте Rail Baltica. Каспар, вы упомянули, что под эстакадой будут некие зоны рекреации, а как это понять, что это такое зона рекреации под эстакадой? Это значит, что мы получаем свободную зону, свободную территорию в Риге, которой теперь нету, потому что там насыпь. И в этой свободной территории можно размещать дорожки пешеходов. Например, представьте сегодня, как попасть из центрального вокзала на автовокзал. Это значит, нам надо как-то пересекать через туннель улицу Гоголя, потом где-то искать между Титаником и каналом тропинки, чтобы попасть на улицу Праги и потом автовокзал. И при этом еще по трамвайу не попасть. И между Стопманами еще где-то заблудиться. То, что будет после внедрения проекта, это будет очень быстро и очень удобно переходить с вокзала на автовокзал, потому что это здание Титаника будет, как там в фильме, с Титаником он больше не будет. И потом в это место будет эстакада, с которой можно будет попасть или в автовокзал, или в центр Стопмана. И также в других местах под эстакадой будет размещаться и, например, зоны, где можно будет как парк посидеть и отдохнуть по пути с одного вида транспорта на другой. Да, прямо звучит действительно очень. То есть там будут и какие-то зеленые насаждения тоже, потому что сейчас это достаточно такой, ну вот именно забетонизированный кусок города. Да, да. Особенно это берег канала теперь он очень такой некрасивый и неудобный. И мы верим, что эта мультимодальность тоже будет действовать тоже на уровень канала. Это будет уже еще один уровень транспорта, где можно будет уже с водяным транспортом подъезжать в центр города, и люди не побоятся использовать тоже и лодки, чтобы попасть в центр Риги. Ну, а в общем-то реконструкция берегов канала входит в проект Рейл-Балтика или это параллельные задачи совершенно других предприятий? Да, это то, что я говорил, что это такой стимул городу Риги тоже сотрудничать и развивать, используя те возможности, которые предлагает тоже проект. Потому что некоторые берега, каналы мы будем как бы в рамках проекта, но некоторые будут уже за границей нашего проекта. И там уже мы знаем, что, например, центральный рынок имеет свои планы, как сделать этот берег канала намного красивее и удобнее. Также мы знаем, что автовокзал имеет свои планы. И тоже город Риги будет уже после того, как будет построен инфраструктура железной дороги, тоже и развивать зоны рекреации вокруг уже этого мультимодального центра. Каспор Вингрис, председатель правления компании Aeropest Zelsel Lynias, проводит нам, скажем так, виртуальную экскурсию по будущему центрального вокзала в латвийской столице. Ну, а, конечно, хочется знать примерно планы, ну, вот воплощение всех этих планов в жизнь, вот сроки, насколько сейчас это уже можно прогнозировать, сколько еще ожидать. Да, так глобально первая сторона станции, это та сторона, где мы видим, уже происходит работа, это та сторона, которая в сторону министерства, в сторону рынка. Это будет происходить два года. А это как раз, простите, перебью, это то, что на визуализации за вами, да? Да, 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 и это как бы первая часть станции, и потом уже эта станция будет полностью, это половина станции будет полностью функционировать, потом мы закрываем ту другую станцию в сторону и делаем еще два-три года это строительство там, потом параллельно строится новый мост, и мы полагаем, что четыре года это пока уже станция будет закончена, но это тоже зависит не только от скорости работ, но и от скорости поступления денег, поэтому мы очень точную дату сказать не можем, и параллельно всему уже будут развиваться другие соединения строительства в сторону аэропорта и в сторону другого другого конца риги а эти маленькие неудобства они меняются каждый день каждую неделю сегодня мы видим там работы улицы Гоголя улицы Лашплэша и эти неудобства меняются буквально каждый день одну ночь например закрывается сообщение улицы Лашплэша полностью потом уже утром открывается это надо очень внимательно все эти неудобства смотреть наш сайт проекта и там все это видно где неудобства по сообщению где неудобства чтобы попасть на платформу потому что теперь все сообщения поездов уже по другому мы знаем что надо думать заранее что чуть-чуть больше времени чем обычно потому что поезда будет не на той платформе где мы привыкли потому что некоторые платформы или пути полностью закрыты и теперь будет меняться и мы знаем что лето это уже новый график поездов намного интенсивнее особенно на обе стороны царникова и урмала где люди едут отдыхать поэтому надо уже быть внимательными и следовать за новостями чтобы не опоздать свой поезд в принципе вообще реализовывать проект подобного масштаба без того чтобы полностью останавливать движение поездов требует определенного самоотречения честно будем откровенны можно немного потерпеть и проявить внимательность дважды посмотреть трижды если надо в расписание какой перрон и время отхода но Каспар знаете на что я обратил внимание на словосочетание новый мост потому что я то привык что железнодорожный мост вот он такой арочный красивый исторический который повторяет свои фигуры павильоны центрального рынка как будто даже продолжает один другое его не будет через какое-то время будет новый мост это такой большой рассказ это мы можем делать тоже на следующий раз если хотите как интрига интрига хорошо Каспар спасибо большое мы тогда пригласим вас еще чтобы поговорить отдельно о том каким будет новый мост нет от моста я не отстану на самом деле я заинтригован например Каспар Вингрис председатель правления компании Аэропас Дельси Лыниас был с нами мы говорили о будущем Рижского центрального вокзала ввиду проекта Rail Baltic к чему готовиться на что настраиваться настраиваться на временные неудобства 4-5 лет точно но зато потом будет красиво удобно современно о подробности мы перескажем на портале MixNews LV спасибо большое Каспар с хорошего дня до свидания Утро на Болткоме